Ребята, всем привет, максимально срочное включение, сейчас у нас 18 июня, я только недавно проснулся и у меня личка просто разрывается, предложка группы просто взрывается от того, что мне все сейчас скидывают посты о том, что 2021 год для Free Fire будет последним. Я не знаю, я сейчас взял телефон, записываю свои эмоции, это просто пиздец. Free Fire в этом году всё, все переходят на Free Fire Max. Что? У меня 300 тысяч донатов в игре, вы что, совсем что ли? Всем привет, братья и сёстры, на связи отец Евген. Здорово, отец. Добро пожаловать на новенький, горячий, уже третий выпуск топовых новостей по Free Fire. Пока особо умные индивиды гордятся своими великими жизненными достижениями, мне выдали, подарили штаны ангела за поддержку и развитие региона. Я скажу лишь спасибо за вашу поддержку, ребята. Рандомные 7 комментаторов прямо сейчас у вас на экране. Ставьте лайки, пишите комменты, всех чекаю, всех вижу. А всё самое интересное, что случилось в нашей игре за прошедшую неделю, обсудим прямо сейчас. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня в выпуске. Закрытие Free Fire на СНГ-регионе. Да ну на... Очередной вброс или правда? Когда стоит ждать релизов Free Fire Max? Новый инкубатор, новый оружейный и алмазный джекпод. Сколько денег потребуется обычному игроку, чтобы забрать все новые события? Серьёзно? Старт второго сезона Free Fire Rising Stars. Следующая топовая эволюция на XM8. Новые креативные идеи от ютуберов СНГ-региона. И новый конкурент для самой популярной мобильной королевской битвы. Это и многое другое в топовых новостях по Free Fire. Приятного вам просмотра. Несколько дней назад моя личка буквально разорвалась от огромнейшего количества сообщений с данным скриншотом. Тут разработчики сообщают о закрытии проекта на СНГ-регионе в связи со скорым выходом Free Fire Max. Даже не знаю, что сказать. И предлагают игрокам перейти на другой регион. За доставленные неудобства обещается компенсация в виде игровой валюты, алмазов и золота. В предложке моей группы было буквально свыше сотни этих скриншотов. Естественно, я не поверил в эту информацию, но пост решил выложить. Пля ты крыса. Просто ради того, чтобы посмотреть на реакцию других игроков. Как и следовало ожидать, он мгновенно набрал вокруг себя сотни споров и обсуждений. Связано это с тем, что в последнее время в соцсетях набирают обороты так называемые вбросы. О том, что популярные мобильные игры закрываются. Неугомонные игроки уже собственно ручно несколько раз закрывали Free Fire, PUBG, Brawl Stars и другие игры. Ведь подобные новости это хайп. Это вирус, который мгновенно разлетается по сети, даря их авторам немыслимый актив. И очень жаль, что многие наши игроки в силу, наверное, своего возраста этого не понимают. И верят абсолютно всему, что видят и слышат. Забываю, например, чекнуть официальный паблик Free Fire, где этого поста просто нет. А во время публикации этой фейковой записи там висит совершенно другая. Не верьте всему, что вы видите. Не ведитесь на вбросы. Старайтесь максимально самостоятельно разобраться в ситуации, а уже потом делать выводы. И в конце концов просто наслаждайтесь игрой сегодня, не думая о том, что будет завтра. Да, однажды ее закроют. Ведь все игры рано или поздно прекращают свое существование. Яркий пример игрушка под названием Shadowgun War Games, разработчики которой совсем недавно прекратили поддержку серверов. Так как интерес к ней у большинства игроков пропал. И развивать ее стало для разработчиков просто невыгодно. Это лишь один конкретный пример, а их, поверьте мне на слово, сотни. Буквально на прошлой неделе студия Electronic Arts закрыла сразу несколько игр легендарной серии NetFor Speed. Эти игры просто удалили из магазинов, а сервера прекратили свою работу. Игроки массово перестают играть в свои любимые игры, теряя к ним интерес. А значит прекращают донатить. А значит разработчики разоряются, игры закрываются. Но это не повод паниковать, ведь на смену любой старой игре приходит новая. Кто знает, может именно она сможет стать вашей следующей любимой игрой. Новый конкурент для Free Fire. Уже этим летом к релизу готовится новая королевская битва, у которой есть все шансы стать самой популярной мобильной игрой 21-го года. PUBG New State. Не понял? Ты был избранником. Предрекали, что ты уничтожишь всех п***цов, а не станешь сам им. Уничтожишь мошенников и пабгеров, а не станешь сам таким. Тихо, тихо, тихо. Не спешите только делать обо мне плохие выводы. Данная игра является плодом разработчиков оригинальной пабг, без участия сторонних студий. И честно вам скажу, я безумно жду эту игру. Потрясающая графика, офигенный сеттинг и никаких клоунских детских скинов. Только реализм. Только то, чем является оригинальный пабг на ПК. В данный момент времени предрегистрацию оформило свыше 17 миллионов игроков. За меньше, чем 2 месяца. Для тех, кто не понимает, эти цифры просто безумные. Например, население Казахстана сегодня 19 миллионов человек. Такими темпами примерно через месяц вся страна оформит предрегистрацию в New State. Стоит ли мне вам говорить, что в данный момент это будет самый главный конкурент Free Fire? Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Ждете ли вы New State и будете ли вы в нее играть? И да, потянет ли ваш телефончик этот охренительный графон? Free Fire Max. Я считаю, что в связи с выходом пабга New State, Гарени во что бы то ни стало, стоит ускорить выход новой версии Free Fire на нашем регионе. Именно Free Fire Max сможет составить достойную конкуренцию новому проекту пабга. Сегодня нет абсолютно никаких новостей, когда нам стоит ждать новую версию игры. Но стоит отметить, что на других регионах она уже давным-давно вышла. Ее свободно можно скачать и играть. Она постоянно обновляется и совершенствуется. Новая графика, новая физика, новые возможности. Все это будет нас ждать в Free Fire Max. Лично я считаю, что ее стоит ожидать не раньше 22 года. В самом лучшем случае осень-зима 21. Но в этом я дико сомневаюсь, потому что если бы игра готовилась к выходу совсем скоро, то анонсы бы о ней уже были бы везде. А ютуберы только и делали бы, что травили нас новыми роликами. Именно так было на других регионах. Новости об официальном релизе начали разлетаться примерно за полгода до. Лично я безумно хочу попробовать сыграть в Free Fire Max. Именно в зарелизенную версию, а не в бетку или версию другого региона. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. И ждете ли вы выход в Free Fire Max так же сильно, как я. Новый эмулятор. Для всех любителей сыграть в Free Fire на ПК есть отличные новости. На прошлой неделе официально релизнулся пятый BlueStacks. У меня очень многие на стримах спрашивают, на каком эмуляторе я играю. Отвечаю. Пятый BlueStacks. И это вовсе не реклама, а просто новость. Ролик ведь у нас новостной. На данный момент, лично по моему мнению, это один из самых топовых эмуляторов на ПК, который отлично работает даже на не особо мощных компьютерах. Скачивайте, играйте и наслаждайтесь отличной оптимизацией. И да, чуть не забыл, к слову о закрытии любимых игр. Прямо сейчас с другой, очень популярной мобильной игры массово уходят ютуберы. Дело в том, что разработчики Brawl Stars официально запретили играть в свою игру через эмулятор. Да, игра просто не открывается на эмуляторе. И в связи с этим, огромное количество популярных и не очень ютуберов заявили о своем уходе. Потому что играть с мобильников они не умеют, а значит делать контент уже не получится. Очень надеюсь, что Free Fire не ждет то же самое. Иначе будет хреново. Потому что лично я очень сильно люблю играть в нее на ПК. Ребят, сори, что пришлось остановить этот выпуск. Срочное включение. Пока я его монтировал, случился просто какой-то тотальный пипец. Роналду, более известный вам как Кронос, натворил делов. Публичный во время пресс-конференции унизил бренд Кока-Колы. Вы сейчас, наверное, думаете, о какого хрена ты об этом говоришь во время новостей по Free Fire. А я отвечаю, потому что я по счастливой случайности знаю, почему он это сделал. Точнее, из-за кого он это сделал. Сейчас вам покажу. Кронос. Кронос, братишки. Спасибо. Спасибо. Ну вот, а вы не верили, что мы с Кроносом братишки. Креатив от ютуберов. Пока ютуберы других мобильных игр вытирают слезки и ищут замену своей игрушки, наши ютуберы делают топовый контент и креативы. Например, Азам на этой неделе выпустил сразу два крутых ролика. Охраняю новичка и наказал хейтеров за эмоции. Смотреть интересно, весело. Именно то, что нужно, чтобы разбавить весь однотипный контент со сливами, прокачками и раздачей аккаунта. Где, кстати, по какой-то причине постоянно недействительный пароль. Я просто похлопаю. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь в комментариях, забирал ли хоть раз в жизни кто-нибудь из вас аккаунты, которые неустанно раздаёт Джабеныч на своём каналчике. Мне кажется, или всё это обман, направленный лишь на то, чтобы собирать просмотры с доверчивым школьником. Не состыковочка, по-моему. Помимо Азама, радует своих подписчиков и Трэшер, который продолжает свою прикольную рубрику с зомбарями. В этот раз Красный Барсук обошёлся без помощи Бурового Медведя и зачистил дом босса в одиночку. Очень весёлый ролик, который рекомендую всем вам посмотреть. Очень радует то, что наши ютуберы стараются своих видео креативить и не повторять за другими. Требую больше креативного контента. Включайте мозги, ребята, и давайте уже наконец-то наполнять наш регион крутыми идеями. А то складывается ощущение, что кроме открывания джекпотов и воровства сливов у зарубежных ютуберов мы больше нихрена с вами не можем. Какой стыд. Новый персонаж. Совсем скоро в игру будет добавлен новый долгожданный персонаж. Он и его фирменный набор прямо сейчас у вас на экране. Выглядит довольно круто, мне нравится. Для тех, кто видит и слышит о нём впервые, отмечу его способность. Будет быстрее передвигаться, сидя и во время стрельбы. Тест замеров передвижения у вас на экране. Думаю, способность довольно полезная, и многие игроки будут её использовать. Новая эволюция. На прошлой неделе в сеть были слиты скины в хорошем качестве новой эволюции. Она будет на одной из моих самых любимых оружий XM8. Выглядит довольно необычно. К эволюции, как и в прошлые разы, будут добавлены фирменные скины на некоторые вещи. Особенно прикольно из них выглядит новый мифический рюкзак. Но стоит отметить, что из-за своей величины и эффектов, как и с зелеными крыльями, играть с ним будет очень неудобно. Он гарантированно будет мешать вашему обзору. Но для тех странных людей, как я, которые вещик в этой игре коллекционируют, но не играют с ними, рюкзачок будет в самый раз. Пишите в комментариях, заберёте вы его или нет. Новые события. Как я и говорил в прошлом выпуске, на этой неделе состоялся релиз события Rampage New Dawn. И честно вам скажу, событие очень достойное. Как минимум потому, что перед его началом разработчики расщедрились, и всем игрокам выдали довольно неплохой скин на рюкзачок. Напишите, кстати, как он вам. Также во время катаклизма вы сможете забрать огромное количество скинов и сетов абсолютно бесплатно. Особенно стоит отметить зелёный набор на мужского персонажа, скин на рюкзак и скин на катану, а также скины и набор из прошлого катаклизма. Всё это добро можно получить в обменнике за тематические жетоны. И я повторяю, это совершенно бесплатно. Но для тех, кому фармить вручную и хлинь, всегда можно задонатить на алмазики и забрать за свои кровные. Кстати, к выходу Рампэйджа разработчики выкатили на свои каналы регионов очень крутое видео. Анимация просто на высоте. Очень советую посмотреть. Вот что-что, а делать ролики Гарена однозначно умеет. Качество их видео абсолютно всегда на высочайшем уровне. Очень надеюсь, что когда-нибудь они не поленятся и сделают по лору игры мультипликационный сериал. Как это сделала, например, Дота, зарелизив в этом году свой аниме-сериал на Нетфликсе. Представьте, если такой же выйдет однажды по Фрифайру. Гениально! Вы ведь по-любому будете его смотреть. Потенциал у такого сериала был бы просто огромнейший. И по-любому он рвал бы все рейтинги. А интерес к нашей игре у других игроков только был. Но все это, как обычно, лишь мои мечты и фантазии. Помимо Рампэйджа в игре появились практически одновременно новые оружейные и алмазные джекпоты. А также новенький инкубатор на М60. По поводу оружейного джекпота. Честно скажу, если у вас есть скины, ремарковинатор или экзоскелет, то забирать его я вам не советую. По статистикам, лично для меня он хуже. Но если вы коллекционер, как я, то забирайте. Пополните свой арсенал. Он очень сильно, если честно, похож на марковинатор. Но по-моему, если из этих двух выбирать, я все-таки буду бегать с марковинатором. Но когда есть у нас эсбоскелет, у которого скорострельность повышена, то оба вот этих вот становятся не нужны. По поводу алмазного. Новый набор акулы выглядит очень забавно. Честно, это один из самых угарных наборов в игре на данный момент. Давайте попробуем. Серьезно? Серьезно? С десяти купонов? На четыре лайки? Правда? А вот по поводу нового инкубатора, честно, мнение двоякое. Если и забирать его, то исключительно самый главный скин. И то только тогда, если вы часто играете с М60. Но поверьте мне на слово, если у вас нет камней, нет чертежей на обмен, то выйдет новый скин по итогу вам очень дорого. Поэтому решайте сами, стоит оно того или нет. Лично я забирать его не буду. Я просто обменял старые чертежи с Юмба на М60, камни у меня уже были, и забрал второй скин. Вот просто кто-нибудь, объясните мне, почему они самый топовый сет из катаклизма добавили в эту самую, блин, рулетку? И знаете, что самое обидное? В этой рулетке практически все вещи, вот которые помимо основного призов, все вещи, вот это эмоция, оружие, у меня это все есть. И я уверен, у большинства игроков, которые донатят в игру, это тоже все имеется. Из этих призов крутить желание просто отпадает. Короче, я закинул тысячу алмазов, давайте окей, так уж и быть, попробуем крутануть эту рулеточку. Ну мало ли повезет, так же как с алмазным джекпотом. Максимум 4 раза готов крутануть. Потом? Нет, погнали. Первая попытка. Точнее уже вторая, я за 9 алмазов до ролика крутил. Ага, еще одна попытка. Че за день? Серьезно? Это серьезно? Это правда? У меня аккаунт стал везучим, что ли? Пишите в комментариях, как вам новенькие события, что из этого всего вы забрали, из какой попытки, или что забрать планируете в самое ближайшее время. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Серьезно? Они добавили еще одно событие? Гарена, вы серьезно? Да, серьезно. Ааа, ну выглядит, конечно, шикарно. Как же я хочу эту верхушечку. Ну, елки-палки, вот же десятое событие, блин. Я столько уже денег слил, и вы опять заставляете меня деньги сливать? Ну это сколько же можно-то, елки-палки? Еще и суперхакерский магазин. Серьезно, блин? Я не верил. А я лишь отмечу, что для того, чтобы забрать абсолютно все новые события подчистую, не имея купонов, камней, чертежей, обычным игрокам потребуется вот такая вот сумма. Десять тысяч рублей. А особенно невезучим и вовсе 15 тысяч рублей. В охренительное время живем, ребята. Отдаем чью-то месячную зарплату за пиксели. Кстати, на прошлой неделе открылась регистрация на новый официальный турнир от Гарены. Rising Stars сезон второй. С призовым фондом две с половиной тысячи долларов. Турнир пройдет с 26 июня по 10 июля. И возможно на нем нас ждут новые звезды. Команда, которая поедет на мировой турнир в следующем году. Ну что ж, ждем 10 июля и будем смотреть. Но только не на канале, не на стриме. Даже больше об этом меня не просите. А то ведь вы помните, что за это бывает, да? Новые сливы. И конечно же, в завершении выпуска давайте посмотрим на новые сливы. Помимо тех, что я уже показал. За прошлую неделю в сеть утекло огромнейшее количество новых вещей. Скины на оружие, на персонажей, эмоции. Все они у вас прямо сейчас на экране. Особое внимание хочу уделить новым скинам на авто из коллаборации Макварен. Которые ждут нас в самое ближайшее время. И которые лично я очень сильно хочу забрать абсолютно все. Напишите в комментариях, в каком цвете вам нравится скин больше. Лично я топлю за фиолетовый. Друзья, это были все топовые новости на сегодня. Очень надеюсь, что этот выпуск вам понравился. И вы поддержите его своим лайком и комментарием. Не забывайте, что я читаю абсолютно все ваши комментарии. И отвечаю на них. И лайкаю. А также традиционно в следующем выпуске я выберу самые интересные комменты. И вставлю их в видеоролики. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. И прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующий выпуск. С вами был любимый стример сына подруги твоей мамы, отец Евген. И топовые новости по фрифайм. Алло! 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 Ребят, можете мне подсказать? Креатив в новостном ролике. Единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик такой. Это будет креативно. Но! Какой креатив может быть новостном ролике?